Качество, ребята, это всегда залог успеха и гарантия его же успеха. Ну а теперь давайте поговорим подробнее о ножах Делиман и Керамика Неро. Итак, в комплекте получается 3-2 ножа и 1 овощечистку, которую я тоже считаю их ножом. 3 предмета. Вот такой вот нож на 14,5 мм. Нож, надо сказать, универсальный, можно порезать и мясо, и овощи, и хлеб. Вот такой маленький нож, овощной ножик, я так его называю, овощным ножиком. Вот такой вот маленький ножик на 10. Здорово, друзья, здорово. Сегодня с вами будет дядя Сережа и Топшоп ТВ. Топшоп ТВ, сейчас посмотрим, что тут продают. Интересно? Так, смотрите, у нас сегодня в меню. В чем же преимущество всего этого? Представляете, всего за 1299 рублей сегодня мы возьмем вот такую хрень. Представляете, какая нужная штука. Выкидываем ее, все, выбрасываем ее нахрен. Это... Так что надо брать, друзья, 1200 всего. И два ножа еще в подарок вам подгонят. Смотрите, как режут. А? Видали? А за сколько, за сколько, расскажи. Это старая цена, оказывается. Я забыл уже. Забыл о цене об этом. 1300. 1300. Ты представляешь, дружище? Ты получишь нож и... Два ножа даже. И какую-то хрень еще чистить овощи. Керамическую. Керамическую. Пока доедет посылка и уже нахрен все разобьет. Так, ладно, что тут... Вау, еще что-то впаривают. Давай еще посмотрим. Что они? Вот это стоящая вещь, по-любому. По-любому, друзья. За 1000, короче, 200 по скидке сейчас будет. Сейчас все покрасим. Сейчас покажут, как покрасить эти... Этот лысый, блин, вот так видно, что он хочет навпаривать меня. Я вот знаю еще такую, блин, как и вот эта толстая тетка. Валик на краску. Видали, как крутится? Друзья, кому нужно носить грим ровнее поверхности, можете взять хрень. Стоит всего. 1200 по скидосу. А дядя Сережа, если будешь, короче, скидос будет. Для чего же отверстие нужно? Что, что, что? Сам потолок может подать. Хотите добиться идеального результата? Пожалуйста, в уголке... В уголке есть. Именно таким образом прокрасить. Уголочек можно прокрасить. Но еще один безусловный плюс. Именно этой кубке... Чем же плюс? С кубкой? Потому что вот эту маленькую кубку мы вам подарили. Толстая тетка, блин. Вы можете прокрашивать даже самые труднодоступные места. Около флинтуса и листы кистья. Друзья, пойду. А сама кубка для нанесения краски, я бы сказал, она имеет такой инновационный вид. Это инновационный разработчик. Инновационный в стиле утюга. Представляете? Представляете? Друзья, короче, звоните от Сереги, говорите, я Сережа Скидон обещал. Очень важная вещь. Старая цена. Опять новая цена. Представляете? Старая, говорите. 1300 экономик. Друзья, я уже сэкономил вам 2500. Как он впаривает, блин? Он похож на продавцов Energy Diet. Интересно, они будут впаривать? Осталось 3 минуты, друзья. Осталось 3 минуты до конца акции. Что дальше будет? Что дальше? Удачная. Туфли, туфли. Сейчас будем брать, друзья. Немножечко, друзья, осталось 3 минуты, потерпеть надо. Толстая тетка эта. Давайте потерпим толстую тетку и посмотрим. Вашу опыт нужно, чтобы она была удобной, практичной и еще желательно элегантной и стильной. Это идеальные туфли. Идеальные туфли, блин, за 2400. Балеринус. Смотрите, размеры заканчиваются очень и очень быстро. У нас представлены размеры 37,5 и 39. Поспешите. Три размера осталось. Потому что размеры заканчиваются моментально. А для того, чтобы вы успели заказать нужный вам размер... Жаль, с моим 46-ым я не могу заказать. О, сейчас демонстрируют. Смотрите, демонстрируют. В чем преимущество, скажите? Ну, помимо того, что они просто, на мой взгляд, шикарно... Шикарно. Глубутены отдыхают просто. И панк. Ох! Друзья, просто хотелось пообщаться и посмотреть, кто, блин, смотрит эту хрень. Ну-ка, расскажите. Может быть, ваша мамка чего-нибудь покупает такого? Короче, чем? Мы находимся в городе Мурманск. У нас квартирка. Да? Вот квартирка. Вот мои ноги. Мы сняли ее. Студейка. Ни хрена больше не снять было. Вот, в принципе, и все. Шары такие висят. Могу включить. Попозже включу. Вот такие, друзья. Вот это дядя Сережа голый. Вот его практически пресс. Я чуть-чуть покажу прессы, чтобы много вам не показывать. Пока в Мурманске мы прошли регистрацию с Дашей. Заселились тут. Пообщались. Спасибо. Артем большой. Артем, дружище, помог нам. Покатал. Все рассказал. Все договорился. Снял. Потому что приехали бодибилдеры пердящие. И все. И все, блин, сняли. Все, как его, чертовы квартирки, комнатки, подвальчики. Все сняли. Так что с квартирами была беда. Это была там последняя. Некоторые ребята физики говорят. Это позвонили огромное количество квартир. И нихрена не нашли. Но нам повезло. Потому что у нас есть Артем, который нам помог. Все снял. Забашлял бабок. Вот щелчок. И еще банка под конец. Нормально такая банка, да? Улица. А я не знаю даже, какая улица. Окей тут рядом. Окей. Вес в районе 105-6 килограмм. Вот. Китайские балетки. Вокмакс. Увы, мы не успели. Рост 186-7 сантиметров. Да, я 190 не дотянул. Мне кажется, отличный рост. Выступать не буду. Выступает у меня Дашенька. Дашенька выступает. Вот. Так что такие дела. Так что мы все сделали. Мы лежим. Точнее я лежу. И все. Че еще, че еще, че еще, че еще. Так. Мне кажется, идеальный рост 189. На мой взгляд. Мне кажется, это идеальный рост для парняги. Вот. Даша выступает у нас послезавтра. Завтра, наверное, схожу посмотреть ледокол Ленин. Представляете? Надо еще это посмотреть. Я говорю идеальный, а плюс-минус это уже... Это уже плюс-минус. Размер обуви. Даже не знаю. На самом деле у меня 45 размер. Например, где-то так. 12С плюс-минус там 45. Есть свои плюсы. Есть свои плюсы. То, что в дисконтах можно купить чего-нибудь четкое. То есть, как правило, большие размеры остаются. Их немало кто покупает. Их можно урвать по дешевке. Так что в этом есть свой плюс. Еще какой плюс в здоровой ноге? То, что она... Ну, ты более устойчива. Чем вся плоскость соприкосновения с землей. Да, естественно, ты более устойчива. Так что, конечно, с полташечкой и с огромной ластой это хреново. Но с моим ростом, мне кажется, такая нога и должна быть. В районе 45-го, там, 6-го размера. Для билдинга 192 см это очень печально. Потому что бодибилдеры, как правило, низкорослые. То есть, роста небольшого. Потому что накидать на 1,92 м мясо, чтобы это выглядело объемно, это в районе 150 кг. Как тебе 150 кг таскать с собой? Вот. Так что, может быть, даже и больше. Так что, чем выше парень, тем тяжелее в билдинге. Но, как говорится, Дашенька, привет тебе. Солнце. Что еще? Так что, высокий рост, конечно, в билдинге это минус. А вот 1,75 м где-то, наверное, это идеальный рост для бодибилдеров, бодибилдеров, если брать категорию свыше 100 кг. Ну, или до 100. Вот такие, друзья, дела. А уже физикчику? Физикчику вообще без разницы, какого роста. Но, по идее, если ты роста 1,90 м, конечно, это круче. Да, ты будешь физик, на фотках ты будешь выглядеть, конечно, печально, да. Потому что будешь казаться, что ты худощавый парниша. Но вживую, когда ты придешь со своими плечищами огромными и ростом такой рамы, то ты будешь смотреться, конечно, намного больше бодибилдеров. Каких-либо. Я считаю, что высоким парням не стоит идти в бодибилдинг. Именно в большой. Потому что это очень большая нагрузка на здоровье. В первую очередь на позвоночник и колени. Получается, если ты не, так скажем, идеального роста для бодибилдинга, то, о, здорово, Вань, здорово, здорово. Вот, Ваня у нас, Иван Бадянов, кто не в курсе. Вот это идеальный, в принципе, бодибилдер. То, что можно накидать мясо, с этим можно жить, с этим будет, в принципе, не будет каких-то проблем. К примеру, если бы такой мышечной массой визуальной обладал я, то это было бы, наверное, в районе 150 килограмм. А мои колени с позвоночником, это бы, наверное, долго не выдержали. И к годкам 30 с небольшим, возможно, мне пришлось бы не сладко. Не сладко. Так что, друзья, большой вес, это все время нагрузка. Нагрузка на сердце, суставчики, на очень многое. Так что бодибилдинг, это все-таки рост средних и небольшого роста, ребят. Как бы это вам не может быть. А уже физикчики, классики, это уже другая история. Вот. Также высоким парням метр девяносто уже нет смысла выступать в категориях других. Таких, как до 100 килограмм и так далее. Потому что, к примеру, в классическом бодибилдинге с моим ростом я могу весить девяносто девять килограмм. Где-то девяносто восемь, девяносто девять. То есть, если мой минус сто, а плюс восемь, нет, девяносто пять килограмм должен весить. Ну, то есть, до сотки там пятерочка. В классик физик я бы весил сто пять вроде бы. Так что, в моем случае, это классик физик был бы идеальный. Но, чтобы быть классик физиком, я вешу сейчас сто пять килограмм. Но, с довольно-таки неплохим уровнем жира. Так что, я, конечно же, немного жирноват. Вот. И даже, я бы сказал, не немного, а много жирноват. А если бы я весил сто пять, это примерно объемы Арни. Арни весил, примерно, моего роста и весил в районе, там, сто восьми килограмм. Так что, это Арнольд. Арнольд, но мне импонирует тоже больше такая фигура, конечно, с более дрищенскими ногами. Но проработанными. Это было бы, конечно, круто. Вот такие, друзья, дела. Так что, немножечко я вам рассказал о этом самом... Кстати, кстати, еще один блогер. Блогер преступники на диете. Привет. Привет, нигеры. Привет, нигеры. И хотел, он мне задал вопрос один. Почему, Серега, ты не говняешь свою генетику и не хочешь выступать, и не готовишься, там, куда-то, куда-то? Дружище. Дружище. И почему я не освещаю тебя, да? Потому что какие-то блогеры тебя осветили, а я нет. Ну вот, я тебя и вспомнил. Так что, я тебе сейчас расскажу. Почему я не выступаю, да? И не, так скажем, свой потенциал топлю, как выразился. Это с моей, там, очень крутой генетикой. Во-первых, во-первых, есть в ней косяки. В ней есть косяки, которые, ну, в принципе, можно попробовать подтянуть, да? Потом, что еще? То есть, это я не считаю идеальной генетикой. Я видел, видишь, у парней, которых более четкая генетика. Там, физикчиков каких-нибудь. Или классиков. Так что, я бы не сказал, что я что-то там взорваю. Вот. Если брать весь массив внешний, да? Скрепление мышц, там, рожу слащавую, еще что-то. То, наверное, есть свои плюсы какие-то, да? То есть, здесь добавляют, к примеру. Это бы, наверное, красиво смотрелось в комплекте, да? Потому что есть же бодибилдеры, которые... Ну, просто средненькие, а есть прям вот такие, как на стиле все время, да? Вот такие, как у нас всякие Джей Каттлеры, там, Лазар Ангелл. Ну, то есть, которые, в принципе, очень четко еще и выглядят. Вот. Те же вот посмотреть на больших билдеров, там, Кай Грин, Фил Хит, Джей Каттлер. Джей Каттлер все время со стрижечкой такой, все время на стиле, там, как и Фил. Ну, вот такие билдеры, конечно, они очень круто выглядят. Только они, то есть, не следят не только за своими мышцами, но еще за внешним видом своим. Что еще хочу сказать? То, что в моем случае я не выступаю пока. Я пока решил восстановиться, восстановить свой гормональный фон, перейти в натуральный бодибилдинг, посмотреть, чего там как в нем, в натуральном бодибилдинге. Сколько мышечной массы у меня останется, как я легко восстановлю уровень гормонов, как быстро это будет. Что еще? Попробовать, может быть, подсушиться и просто в натураху, так скажем. У меня уже было парочка опытов. Вот, что еще? Может быть, если будет там мышечная масса позволять, можно попробовать выступить и в какой-нибудь фитнесовой такой номинации в стиле, не знаю, вот как я фитнес модел гонял тогда в Данию. В пиджаках, где выступал еще. Вот в такой. Такая, в принципе, форма, она может быть продажной. То есть, можно фотографироваться и выглядеть хорошо. Не надо ничего применять, никакой поддержки витаминной. То есть, и так как с моей генетикой, в принципе, килограммчиков 95-100, можно, думаю, сухих держать. Вот, что касается выступлений и вот как он там выразился, утопление этой генетики. Во-первых, денег много не заработаешь. Есть у нас прекрасные примеры, которые, в принципе, зарабатывают деньги, хорошо выглядят. Ну, может быть, не хорошо, но так. И при этом все у них круто. Такие, как Денис Семенихин, такие, как Денис Борисов, такие, как, не знаю, да полно. Да, если фитнесовых и зарубежных брать, тоже полно. Кто много чего выступал, нигде ничего не выигрывал. Тот же Лазар Ангелов, да, пожалуйста, вот тебе пример. Кто у нас еще из русских? Да, тот же Скоромный, к примеру, да, будем говорить. Ну, что он там в своем бодибилдинге-то достиг? Да ничего особо-то. Тут вот сейчас на чемпионате России, блин, да, человек 20-30 намного будет круче его. Так что особо он ничего в бодибилдинге-то не достиг. Хотя обладает хорошей формой, хорошо себя продает, нормально зарабатывает, имеет хорошую репутацию. Так что, в принципе, он красавчик, конечно же. Вот, так что выступлений, выступлений дядя Сережа не видит особого смысла какого-либо. Хотя, тоже еще есть темная сторона, да, если я сказал светлую, на которой особо денег не заработаешь, потратишь время, да, еще и денег там на всякие выступления, там взносы, еще что-то. Но время, время же тоже немаловажный фактор, которого ты там 2-3 месяца будешь готовить. А, и здоровье, четвертое, здоровье, здоровье самое главное. Где будешь гробить, а потом подводиться к соревнованиям, к этим дурацким. И, короче, убивать там. Даже не сам вот эта фармакология какая-то на подготовке будет губить, а какие-то подводки всякие, обезвоживание. Это вредная, блин, хрень, которую очень мало кто понимает. Еще очень мало людей соображает в нормальной подводке, загрузке. Все же, непонятно, не пьют воду, пьют диуретики, там такие схемы, блин, диуретики с минералами, там, ну просто, там, такой, наверное. То есть, я там читал какие-то схемы, блин, дурацкие, дурацкие схемы, когда ты пьешь панангин, при этом пьешь триампур, там, еще что-то, чуть ли не фуросимит. Ну, то есть, жуткие схемы, которые ничего хорошего не приведут, которые такое соотношение натрия с калием у тебя сделает, что хорошо, что ты копыта, может быть, не откинешь. Некоторые по три дня не пьют, что-то грузится, блин, без, кто-то грузится без воды, то есть, ну, тут, в принципе, непонятно чем, то есть, ест там, блин, риса какого-то, ну, странный очень, очень куча всяких странных моментов подводки. Вот, но не будем об этом, да, не будем о грустном, там, скажем. То есть, если даже в самую здоровую подводку, без диуретиков, которая должна быть, я считаю, может быть, не с какими-то лайтовыми, там, чаями, еще чем-то, а с нормальной, то есть, с минимальным ударом на здоровье, все равно это будет, к примеру, долбить гормональный фон, да, если, ну, если брать какой-нибудь бодибилдинг, типа классика физика. Вот. Мне только он на данный момент импонирует. И что еще? И, в принципе, это и все, на самом деле. Но, с другой стороны, я могу, в принципе, поехать куда-нибудь выступать, потому что я бы не выступал в России, я бы поехал куда-нибудь выступать, мне бы это оплатили. Мне бы оплатили поездку. Это, как бы, один плюс, да, мой путь? В принципе, я могу вымутить, что мне оплатят подготовку и в плане витамина какой-то поддержки, хотя она будет минимальная и занимала бы, наверное, там, копеечные какие-то деньги, да, то есть, второй момент. Это из плюсов. Вот. Но ради чего это делать? Ради потешенье публики, там, не знаю, в тысячу-две человек, там, которым интересен этот вид спорта вообще. В принципе, можно развиваться, как медийное оружие, обладая такой фитнесовой, хорошей мышечной массой и все. И, в принципе, наверное, еще 120, каких-нибудь 110, там, 115, наверное, килограмм. Это не так уж и приятно, скажу я вам. Это чувствуется, это чувствуется в каких-то нагрузках, в ходьбе, в прыжках, то есть, уже с метровой высоты особо не прыгнешь. Уже прыгаешь и чувствуешь, как в твои колени бомбит, не знаю, очень, короче, не так просто, как хотелось бы. Вот. Так что пока с выступлениями я подожду, потяну, подумаю и, может быть, если что-то интересное, очень интересное надумается. Потому что номинаций становится много, появляется Men's Physique Muscularity какой-то, который, типа, кто побольше. Вот. И, в принципе, это и все. В принципе, это и все. Так. Это привет преступникам на диване. Че еще? Че еще? Че еще вам сказать? Так. Серега, тренируйся и ем на массу с 89. Ой, с 7 набрал 93, появилось пузо. Дружище мой, не ориентируйся на весы. Когда ты ориентируешься на весы, это не значит, что ты набираешь. Ты можешь просто жиреешь. Так что следи за своей калорийностью, следи за уровнем жира. И в любом случае, ты, может быть, будешь даже стоять на месте своим весом. Но при этом твоя талия может уменьшиться, а, к примеру, что-то увеличится. Так что, если ты стоишь на месте в своих 93 килограмм, к примеру, но при этом ты замерил свою талию под жиром, под самом широком месте, где бока висят, и оно уменьшается, а вес остается в том же. Это говорит о том, что ты, скорее всего, набираешь мышечную массу, при этом уменьшаешь уровень жира, либо твои мышцы немножечко наполнились. Кто считает, что набирать мышцы и сжигать жир, это не бывает такого. Я вас расстрою. Я считаю, что это бывает. В Мурманске я приехал на чемпионат России по бодибилдингу, фитнесу. Выступает у меня Даша. В данный момент она моется. Вот, в принципе, и все. Скоро садится мой телефон, так что давайте пять вопросиков. Пять вопросиков. Так, 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 то есть вместе с сжигателем. Не понял вопроса. Сколько повторов делал с упражнений, когда качаешься в нотуражку? Я бы чередовал, чередовал разные нагрузки, чередовал бы одни повторения, другие повторения, может быть, добавлял разные принципы интенсивности, такие как дропсеты, суперсеты, может быть, менял повторения, ой, упражнения, может быть, менял количество времени между подходом. Поэтому все может быть, то есть вариантов много, я считаю, наверное, от пяти до двадцати пяти в нотуражку, в этом диапазоне я бы делал разное количество, а может быть, от разных недель, может быть, от разного цикла, может быть, разное количество времени на неделю. Время у нас так же, как и в СПБ и в Москве. Так, то есть вместе с жиросжиганием горит мышечная масса и жир. Мышечная масса может и не гореть. Если мышцы набраны натурально, как правило, при нормальном, небольшом дефиците калорий, плюс нормальном количестве белка, мышечная масса особо не страдает. Но если даже она страдает, так что, дружище, ничего особо ты не добьешься в нотураху. И также, скорее всего, может быть, ты просто думаешь, что она горит и ищешь оправдание, чтобы пожрать. А может быть, твои мышцы немножко подздуваются, потому что просто в них заканчивается гликоген и тебе кажется, что они истощаются. Так, ну давайте еще парочка вопросов, так и типа экрана, чтобы больше лайков было. Да, не густо. Мурманский тренироваться не буду. Погода градусов плюс, наверное, ноль где-то. Татуху думал, пока не скажу. Занимаюсь 11 лет уже. С 15. Так, 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 так. Со мной есть возможность потренироваться в прайс, а в группе в обсуждениях. Угли и БЖУ, увы, сейчас не считаю, стараюсь чуть-чуть ограничиваться в питании. Брекеты пока стоять не собираюсь, похожу с краевыми. Собирался вот лечить зуб здесь, но так и не вылечил. Собирался его вырвать, пошел вырывать, но не вырвал, потому что сказали, что его можно залечить. А я что-то уже записался вырывать, и мне врач сделал снимок, говорит, Серега, сходи залечи. А вырвать я его хотел, потому что одно время думал двигать зубы и чуть выравнивать. Но сейчас нет бабок. Их выравнивать, и думаю просто потом их вырвать и поставить себе в унитаз, унитаз, унитаз поставить себе белый такой. У тебя и так, в принципе, светлые, мне повезло с цветом зубов. Потому что цвет зубов тоже генетическая предрасположенность. Если они у вас серенькие, то особо ничего ты не сделаешь. Отбеливай хоть фарихом, чуть-чуть эмаль там подтрешь, может быть. Так что, друзья, что-то комментариев нет. Походу я сам собираюсь говорю. Кальция много. Я думаю, это миф про много кальция. Так, 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 так. Наверное, скоро сядет телефон уже. Ну, осталось чуть-чуть, пару процентов. так 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 о спасибо чувак с моей аватарки здорово роман спокойной ночи друзья спокойно спасибо вам за ваши вопросы за ваши лайки и всего наилучшего кстати тоже витамины витамины я считаю что на самом деле друзья особо не нужны если рацион у вас относительно нескудный не состоит из нескольких монопродуктов так что в принципе наверное без них можно обойтись и все что вас пугает и витаминозами иммунитетами это мне кажется тоже все разводняк разводняк лишь мое мнение не сильно конечно я компетентен основываясь на каких-то статьях исследованиях приведенных к ними я не вникал в тем вопроса такие дела работает а я сработать а вот айс и генетика ладно друзья давайте всего вам наилучшего будьте добрыми наслаждайтесь жизнью что еще любите друг друга не знаю делайте что хотите в пределах разумного и чё и конечно же ставьте деле сереже лайки подписывайтесь на его прекрасный канал и думаю через несколько наверно недельку плюс минус выйдет путешествие тупого качка ху-ху-ху-ху-ху-ху мурманск и обзор чемпионата россии ну не обзорать какая-нибудь хрень как обычно как все любят всем всем пока всем мир всех люблю всех целую ненавижу обнимаю чё там пинаю толстые пальцы как вырубить то вообще блин ни хер вырубишь это блин толстые такие жирные пальцы блин вообще как вообще можно в эти маленькие телефоны что-то делать ничего не сделаешь блин все я походу блин навечно с вами застряну пока телефон не не сядет у меня вот блин тут тупецкий телефон то